здравствуйте дорогие мои друзья не помните такая была глупая песенка про любочку как там миленькая юбочка ленточка в косе кто не знает любочку любу знают все бывают что там девочки что-то не обязательно но значит что-то амур и амур и такая песенка веселая плюшевая юбочка ленточка в косе кто не знает любочку любочку любу знают все такая немножко с подтекстом таким и знаете а чё чё я тут такие вам старые песни вспоминаю найти хочется тоже как там это лысая головушка боты на платформе кто не знает вовочку вову знают все и так сказать крутят все на на одном месте извините меня друзья за грубо грубость ну вот сейчас возмущается там этот мид мария захарова что значит турецкий мид значит эрдоган сказал что в крыму выборы он считает нелегитимными вот и все вот и все друг дорогой лепший друг которому мы турецкий поток провели за наши с вами денежки нас тут вообще как говорится в выда или как воду из камня атомную электростанцию мы построили ракеты с 400 ему отдали все похоже задарма да а он и наши самолетики сбивал и как говорится вертел нас не нас нет не надо нас вертеть а вот вову и эту банду у него там есть специальные люди люди для этого господин володин он так сказать крутит как пропеллер на одном месте и сейчас там до возмущаться как же так там какого черта это нас не признает нас него никто не уважает вот знаете все время нам тут втирала эта власть что но внутренними делами вальдемару вальдемарычу ну недосуг заниматься ну недосуг он серьезный парень он серьезный пацан он с такими людьми америка там все евросоюз она рулят его все уважают и все боятся потому что у него как говорится ножик в кармане на этом это у нас с вами как говорится что там в кармане балаха на аркане и вошь на цепи да вот как говорится а у меня в кармане балаха на аркане и вошь на цепи ну вот а у вовы значит как говорится ежик в кармане ножик да вот такой такой хулиган хулиган международный ну так действительно друзья мои знаете вот помните я вам говорил месяц назад иран иран такое такая страна сказал что не заплачу вам за это там за то что за атомную электростанцию 500 миллионов не заплатим не заплатим эрдоган нам много заплатил за свою эту атомную электростанцию которая тут корячься ему строят похоже ничего а за газ очень платит нам или мы тоже на халяву там ему все вдуваем за красивые глазки чтобы дружить с ним похоже мальчик вова как бы все все его бросили друзья мои вся международная политика коту под хвост никто не уважает даже он за бесплатно вон там и газ раздавай и там трубы свои тени не все это посылают посылают прямым текстом боятся ли боятся эрдоган не боится не боится говорит да пошел ты и ракеты не отдам и за это не заплачу и чё хочу то и делаю и вот даже вот святое выборы выборы эрдоган сказал не признаю мог бы просто помолчать да там не признаю признаю это просто как бы охрену знает не знаю он это так щелбанчик такой этот фофан в оману а там уже захарова возмущается как же так но тут турки мы для вас мы вам тут пляшем и поем вы нас бог друзья мои печально найти вот мы то вот всегда но особенно так сказать путинский электорат всегда думал ну потому что он занимается серьезными вещами внутренняя политика вот эти все урожаи благосостояние медицина но не досуг там просто поставил каких-то дураков они нас вот как бы обманывают но как только он от своих международных забот отвлечется и начнется заниматься внутренней политикой но тогда тогда мы заживем но никак мы не дождались когда он займется внутренней политики потому что и внутренняя политика провалена ну и как мы понимаем на внешних контурах вообще труба просто труба союзников наверное остался только лукашенко да это знаете с таким союзником действительно лучше лучше 10 врагов иметь потому что во первых стоит дорого стоит во вторых в любой момент продаст вот просто в момент даже продаст только отвернешься он так спину плюнет поэтому друзья мои нету союзников никто и просто кидают просто говорит все ничего деньги не отдадим не отдадим иди 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 пляшевенький иди завтра придешь вот она уважение и это не не такие но турция до сильная страна но во всяком случае и что что мы им предъявим что они предъявят тардаган да ничего потому что боятся ирану что не заплатите ну все а уже так сказать атомная электростанция стоит то есть везде везде просто провал но зато здесь нас можно щемить то есть бей своих чтоб чужие боялись и вот нас тут с вами а лупцуют по полной программе лупцуют и значит нашего мнения не спрашивают потому что мы значит не понимаем этих делах они понимают вот этот лавруша вот этот захарова они понимают в дипломатия мы с вами не понимаем они понимают в экономике а мы с вами чуть не понимаем никак что чтобы как говорится корова молоко давала надо и за ней ухаживать и кормить тогда будет будет молоко а у них вот у мишустина значит надо и зарезать корову и доить ее и еще это значит использовать наверное так сказать в это некоторым сексуальном смысле то есть он хочет пять в одном сделать кожу содрать мясо пожарить молоко выдаивать ну и как говорится еще и иметь вот подход подход вот этих вот ну как их назвать не знаю потому что умным умный их политику назвать нельзя то что они мерзавцы без без сомнения мы это видим и по их лицам и по их поступкам но они еще идиоты вот это вот сочетание тупости жадности и мерзости да вот понимаю злодеи там на эти вот да вот бывали в истории страны злодеи но они хотя бы страну как вы держали да там они понимали что это их воочина что мы не как говорится где живешь там не это как его не в туалет то не ходи просто даже даже знаете как бы собаки такое просто вот обычные собаки знаю что дома не надо в туалет ходить коты вот эти мудрые животные знают что можно ходить но в определенном месте наш как говорится ходит везде везде и на выборы и на как говорится и на медицину он везде пришел и так сказать навалил огромную вонючую кучу и от этого ароматы в нашем так сказать общем этом доме воздух не озонируют как это помните двенадцати стульях а в углу стояли валенки этого дворника и воздух они явно не озонировали ну вот ладно извините уж за слишком много я наверно таких слов нехороших сказал но накипело еще и возмущаются им надо вот что им чтобы эрдоган лично пришел там повернул там и захаровой там за попу но ее даже щипать то не то просто и пендаль бы выписал сказал проваливать что хочу то и делаю еще из и сам оттягаю у вас все что угодно в конце концов да похоже что ну не бояться то есть вот этой всей всей вот мощи шойгу уже турецкие военные не боятся а значит что их взоры вполне обратятся и дальше а чушь там почему краснодарский край не оттягать почему бы нет так что да беда пока друзья мои